Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На стадион заранее и не скрывая лица. Болельщикам напомнили основные правила поведения на стадионах. Мэр Сочи получил в подарок бразильскую футбольную форму. Министр спорта этой страны сегодня осмотрел городские достопримечательности. Офис врача общей практики через две недели откроется в Краевско-Армянском. Об этом стало известно на мероприятии ко дню медработника. Сегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза Байрам. Массово праздник отметили и в Сочи. Весь мир накануне смотрел на Москву. На стадионе Лужники прошел первый матч чемпионата мира. Сборные России и Саудовской Аравии открыли главную мировую футбольную битву. На стадионе Лужники за матчем наблюдал российский президент. Присутствие Владимира Путина, глав 20 государств и, конечно, оприкованные к игре взгляды миллионов поклонников футбола по всему миру, обязывают спортсменов на красивую игру. Поддержать сборную России на стадион приехал и губернатор Краснодарского края. О своих впечатлениях от спортивного праздника Вениамин Кондратьев написал на своей странице в Твиттере. Чемпионат мира 2018. Старт дан. Мы долго к этому готовились и, уверен, сделали все для того, чтобы мировой праздник спорта прошел достойно. В стране выстроена отличная инфраструктура. Все организовано на самом высоком уровне. В этом уже сейчас убеждаются тысячи туристов. Болеем за наших. Сейчас им особенно нужна поддержка всей большой страны. Всех преданных болельщиков. Верим в нашу команду и в победу. А уже сегодня большой футбольный праздник добрался и до Сочи. На газон стадиона Фишт выйдут команды Португалии и Испании. Далее сыграют Бельгия и Панама, Германия и Швеция, Австралия и Перу. Также самый южный стадион первенства примет одну восьмую и четверть финал чемпионата. Ну а сегодня на стадионе Фишт в Сочи ввели особый режим. На пост заступили 250 охранников. А на время матча, это уже этим вечером, здесь будут работать 800 стражей порядка. У них в распоряжении целый арсенал специальных приборов. Один может обнаружить зажигательную смесь, другой – взрывчатку. Для этого даже не нужно открывать сумку. Систему безопасности за несколько часов до схватки сборных Португалии и Испании проинспектировали глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края и руководитель регионального управления ФСБ. Делегации показали специальные рамки при входе на стадион. Губернатор отметил, что несмотря на обеспечение правопорядка, очередей здесь быть не должно. Осмотрели и единый центр управления. Ни один гость не скроется от видеонаблюдения. За происходящим будут следить более двух тысяч камер. Любое правонарушение будет зафиксировано в центре на территории стадиона. Сколько у вас камер, которые позволяют распознавать личность? У нас 94 прохода. На каждом проходе установлена камера, которая позволяет отслеживать, для какого времени она личность распознает. Она распознает личность моментально. То есть, коллеги, еще раз, мы находимся здесь, где находится всевидящее око. Я на самом деле, еще раз убеждаюсь, что каждый квадратный метр стадиона находится сегодня под пристальным узором. Те, кто сегодня контролирует, те, кто будет болеть, в том числе и сегодня вечером, за любую из сборных, которые будут играть. Это принципиально важно. Строгий контроль ждет и автомобилистов. Машины, которые вызовут подозрения у правоохранителей, будет сканировать инспекционно-досмотровый комплекс. Свободно они подобраться к стадиону и по воздуху. Беспилотники перехватят специальный комплекс заглушки радиоволн. Аналогичные средства есть у Федеральной службы охраны. Они используют их тоже по своим мероприятиям. И у Министерства обороны еще более мощное средство, но оно используется только в особых ситуациях. Но оно развернуто и здесь имеется непосредственно на стадионе. Сегодня от всяческих и от всех угроз максимально защищен стадион Фишт. Все футбольные матчи, которые будут здесь проходить, болельщики. И я считаю, что степень защищенности, наверное, самая высокая. Вот то, что сегодня мы с вами увидели, оценили и пришли к этому, я уверен, совместному выводу. Пройдя все барьеры систем безопасности, не стоит забывать и о правилах поведения на матче. Во избежание ситуации, которые могли бы омрачить спортивный праздник, полиция напоминает болельщикам об основных правилах поведения. Собираясь на матч, важно помнить о том, что лица в состоянии опьянения на стадион не допускаются. А проход также невозможен без паспорта болельщика. Важно заранее ознакомиться и с перечнем запрещенных предметов. Их полный список размещен на сайте МВД России в разделе FIFA 2018. Для удобства зрителей на стадионе работают камеры хранения, куда можно будет поместить, например, габаритные вещи, которые болельщики также не смогут пронести внутрь. Находясь на стадионе, не стоит скрывать лицо, а также производить действия, которые другие болельщики могут счесть за оскорбления. В дни проведения матча и на стадионе предусмотрена обширная развлекательная программа, поэтому попасть туда зрителям лучше заранее. Это поможет не создавать очереди на входных группах. С 14 июня в Сочи открыта фан-зона для болельщиков, где можно увидеть трансляции матчей. Кроме того, здесь пройдут выступления российских и зарубежных артистов. Для комфортного пребывания на фан-зоне также разработаны рекомендации. С ними, а также с транспортными схемами и перечнем запрещенных веществ, можно ознакомиться на сайте администрации Сочи. Сегодня глава города Анатолий Пахомов встретился с министром спорта Бразилии Леандро Крузо. Бразилия уже проводила чемпионат мира по футболу и теперь готова делиться своим опытом. Расскажет Елена Овсецина. На встрече с Анатолием Пахомовым министр спорта Бразилии Леандро Крузо интересовался, что в Сочи сделано к проведению чемпионата мира по футболу. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что вся инфраструктура была готова к Олимпиаде 2014 года. Главное, к Мундиалию реконструирован стадион Фишт и построены три тренировочные площадки. Сборная команда Бразилии выбрала Сочи для проживания и тренировок перед матчем, который пройдет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове. Бразильцы провели открытую тренировку на стадионе Центра Югспорт. На матче Мундиали бразильцы купили в общей сложности 72 тысячи билетов. Многих болельщиков можно встретить и на улицах нашего города. Мы уверены, что мы все сделаем для того, чтобы бразильской команде, тем болельщикам, которые приехали из Бразилии, очень понравится Сочи, и они обязательно будут возвращаться в наш город. Глава Сочи провел для иностранных коллег экскурсию по музею спортивной славы. Рассказал о волонтерах, которых в Сочи можно встретить повсюду в экскурсиях, которые специально подготовлены для зарубежных болельщиков. Те же, кто не попадет на стадион Фишт, могут наблюдать матчи на специальном экране, установленном в фан-зоне. Министр спорта Бразилии впечатлен теплым приемом сочинцев. Ему понравился курортный город, и он оставил запись в книге почетных гостей, а затем и озвучил, что написал. Огромные объятия всем вам, городу Сочи, жителям от Бразилии в целом и от министра спорта Бразилии. Спасибо. Бразилия принимала чемпионат мира по футболу летом 2014 года, но тогда бразильской сборной не удалось выйти в лидеры, она уступила Германии. Сейчас у Бразилии боевой настрой. Они даже отметили на встрече, что Сочи созвучен со словом «удача» на португальском, и подарили главе курорта футбольную форму национальной сборной. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Офис врача общей практики через две недели откроется в селе Краевско-Армянское. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. С сочинскими медработниками глава курорта встретился в 4-й горбольнице. Нагрузка увеличилась, но пульс нормальный. На городское здравоохранение сейчас легла дополнительная ответственность. Помимо жителей курорта и приехавших на море отдыхающих, медики должны быть готовы принять и болельщиков чемпионата мира по футболу. Уже сейчас каждый день в сочинские учреждения здравоохранения обращаются порядка 15 тысяч пациентов. Бригады скорой помощи дежурят во время проведения всех массовых мероприятий. Мы прошли большое обучение, большую профессиональную переподготовку. Мы получили новые автомобили, великолепно оборудованные. Весь персонал прошел обучение работы на этом оборудовании, то есть все научились на нем работать. Этот опыт, который у нас есть, это очень большое подспорье и очень большое концептуальное, наш, можно сказать, выигрыш перед другими, потому что есть понимание у каждого звена здравоохранения, кто что должен делать. На станции скорой помощи по улице Гагарина проведен ремонт. Отдельная подстанция построена в ЛАО. Линейные бригады оснащены планшетами, что ускорило передачу вызова с центральной диспетчерской на 3-4 минуты. Только в прошлом году сочинская станция получила 20 новых реанимобилей. На сегодня их уже 117. Готовы к неплановому приему и стационары. Это современная больница с возможностями оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца и не только самых современных методов обследования и лечения. Таких же точно, которыми лечатся пациенты в ведущих клиниках России, в ведущих клиниках Краснодарского края, таких как Краевая клиническая больница, в ведущих клиниках Европы и мира. Довольно не только врачи, но, что главное, пациенты. Оказали должное внимание, поставили диагноз, получаю лечение в полном объеме. Никаких препятствий в получении лечения не вижу. Все устраивает, все очень хорошо, добродушно, весь коллектив. В холле 4-й горбольницы карандашные рисунки. Портреты футболистов выполнены сочинскими школьниками. В стороне от шагающей сегодня по миру футбольной лихорадки медики не смогли остаться и после работы. Многие не только пропагандируют спорт, но и сами активно играют на поле. Начиная с 98-го года, когда я первый раз пришел в 4-ю больницу в качестве антерна, у нас образовалась небольшая команда, которая до сих пор тренируется еженедельно. Мы тренируемся в течение уже практически 20 лет. День медицинского работника отмечается в 3-е воскресенье июня. С наступающим профессиональным праздником врачи и медсестер поздравил глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что быть медиком – это огромная ответственность. Понимая это, власти курорта много внимания уделили модернизации этой отрасли. Отремонтированы детская и взрослая поликлиники на Макаренко, детская больница номер 9, детские поликлиники на Чайковского и в Морском переулке, муниципальная стоматология, поликлиники на Донской и Конституции. Четвертая городская больница – теперь одна из лучших в стране. На ее базе созданной прекрасно себя зарекомендовала кафедра хирургии. Недавно привезенное оборудование для операций на глаза помогает вернуть зрение в большинстве трудных случаев. В нашей стране операции подобного рода могут делать всего лишь около 100 человек. 9 из них работают в Краснодаре. После прохождения специального обучения такие высококлассные специалисты появятся и в Сочи. Открываются и офисы врачей общей практики в селах. Недавно такой появился в селе Прогресс. Через две недели начнет работать отделение в Краевско-Армянском. На сегодняшний день на страже жизни и здоровья жителей Сочи стоят более 6 тысяч медиков. Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы создать комфортные условия для работы и решить жилищные проблемы. На данный момент мы выделили нашим врачам и медсестрам 220 квартир. Эта работа будет продолжаться. В этом году медикам выделят 20 квартир. Из них 10 передадут врачам, которые долго работали в Сочи. А вторую половину привлеченным в город специалистам. Как итог этой стратегии – показатели здоровья сочинцев. Они – одни из лучших в крае. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из самых главных религиозных праздников – Ураза-Байрам. Несмотря на повышенные меры безопасности к чемпионату мира, массово праздник отметили и в Сочи. Праздник Ураза-Байрам Праздник Ураза-Байрам принято начинать с праздничной молитвы. В Сочи центром торжеств стал парк Победы в Хосте. Здесь собрались сотни верующих. Праздник Ураза-Байрам – один из самых главных религиозных у мусульман. Он знаменует окончание месяца Рамадан. Все это время верующие мусульмане соблюдали строгий пост. Сегодня – день разговения. В Сочи у нас есть молебельная мечеть. Как мы свободно молимся, свободно поклоняемся, свободно держим свою религию. Это очень прекрасное, сильное благо, которое редко можно в других даже государствах где видеть. Это очень приятно. После намаза мусульмане обычно накрывают праздничный стул. Ураза-Байрам также принято помогать бедным, дарить друг другу подарки, просить прощения и посещать кладбище. Ну и добавлю, что мусульманское духовенство Краснодарского края и Адыгеи призывают верующих придерживаться принципов межконфессиального согласия и религиозной терпимости. Продолжаем. 57 протоколов. Таков итог операции джиппинг, которая сейчас проводится в Сочи. Цель – проверить автотранспортные предприятия, которые занимаются экскурсионными перевозками. Представители транспортных компаний обязаны сами каждое утро проверять и выпускать на линию автомобили, в том числе проверив состояние здоровья водителей. Сотрудники госавтоинспекции провели свою плановую проверку УАЗов и ГАЗов. Не все машины, которые задействованы в джиппинг-экскурсиях, были в идеальном состоянии. Составлено 57 административных материалов, из них 30 – за неисправное рулевое управление и 3 – за движение с неисправной тормозной системой. Машины направлены на специализированную охраняемую стоянку до устранения причин. Госавтоинспекция особое внимание удивляется безопасности пассажирских перевозок, в том числе автомобилями повышенной проходимости, так называемому джиппингу. В рамках мероприятия с совместными группами, с привлечением специалистов Росприроднадзора, а также налоговой инспекции, проверяется наличие необходимой документации, в том числе по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Все расходы по стерилизации бездомных животных в Сочи мэрия курорта возьмет на себя. В городе принята программа бесплатной стерилизации и кастрации уличных кошек и собак. Основными ее участниками являются государственные ветлечебницы, которые находятся в трех районах Сочи. На операционном столе двухгодовалая немецкая овчарка. Хозяев у нее нет, ведь клиники четвероногому дали кличку «Лорд». Сегодня пса кастрировали под наркозом в государственной ветлечебнице. Операция пошла успешно. Сейчас вы забираете, отвозите на приют, помещаете в отдельный вольер на сегодняшний день. Завтра можно уже поместить с другой собакой. В клинику для животных «Лорда» привезли волонтеры. Безнадзорное животное они отловили в Олимпийском парке. Ну а все расходы на операцию для овчарки на себя взял муниципалитет. Допускать, чтобы бездомные животные плодились, как собаки, так и кошки, мы считаем, что это преступление. Поэтому мы работаем в этом направлении уже основательно года три. Сегодня в приютах на Барановке в Сочи содержится около 600 собак. Всем им была сделана операция по стерилизации, поставлены прививки от бешенства. Ну а после у приютов основная задача – найти для четвероногих хозяев. В приюте БИМ, например, за последние два года в хорошие руки отдано около 80% бездомных собак. Сейчас именно акцент ставится на том, что животное стерилизовано. И уже даже возраст не важен. То есть, если раньше предпочитали щенков, а потом дальше там уже сами решали эти вопросы, то сейчас больше звонков спрашивают, стерилизовано ли животное, кастрировано ли оно. И это радует. Хотел бы обратиться к владельцам баз промышленных, к владельцам ресторанов, столовых, которые есть, к садоводам нашим любимым, которые любят животных, но когда они безнадзорно плодятся у них на базах, они их выбрасывают в город. И мы получаем ту проблему, которая у нас сегодня есть. Просьба к ним – обратиться в ветеринарное учреждение, провести стерилизацию своих животных, провести приювочные мероприятия, одеть ошейники и пускай они на этих базах живут. В противном случае к таким владельцам будут приняты меры административного воздействия. Тем, кто захочет помочь гуманным образом контролировать численность уличных животных, волонтеры рекомендуют обращаться в приюты. Но принести на стерилизацию дворовую кошку или собаку можно и самим. Государственные ветклиники на улице Пластунской в Центральном районе, на улице Энергетика в Вадлере и на улице Колораж в Лазаревке сделают стерилизацию или кастрацию всем таким питомцам абсолютно бесплатно. Сейчас решается вопрос участия и частных клиник в этой работе. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Сегодня Сочи – место притяжения миллионов туристов со всего мира. А где любят отдыхать сами сочинцы? Как оказалось, одно из самых популярных направлений – это кавказские минеральные воды. Сегодня в санатории «Знания» туристическая компания «Здоровый мир Сочи» организовала презентацию нового отеля, который открылся в Кисловодске. «Здоровый мир Сочи» на туристическом рынке уже 16 лет. Компания предлагает услуги по организации отдыха и санаторно-курортного лечения на юге России, а также путешествия по всему миру. Сегодня «Здоровый мир Сочи» рассказал о новых возможностях отдыха в Кисловодске. Ведь, как оказалось, этот курорт – одно из самых популярных направлений отдыха у сочинцев. Лето пролетит быстро, напряженный, высокий рабочий сезон закончится. И нужно будет поехать, отдохнуть, восстановиться, набраться сил. Запастись энергией и здоровья на год вперед. Кисловодск – традиционно одно из самых любимых направлений для жителей города Сочи. Это действительно очень замечательный курорт. Минеральные воды, нарзаны, климат, качество воздуха дают возможность быстро прийти в себя, восстановить силы, хорошо отдохнуть. В Кисловодск сочинцы едут и за отдыхом, и за здоровьем. Главные лечебные факторы курорта – это чистый горный воздух и, конечно, минеральные воды. Туризм в городе Здравница растет и развивается. Так, совсем недавно здесь открылся новый четырехзвездочный отель. Мы новый отель, у нас такой стартап сейчас проходит. И мы рады послушать мнения наших коллег, поделиться каким-то опытом ценным они могут с нами. Поэтому для нас это очень важно. Это партнерство, это цепочка. Забронировать тур в новые отели, другие места отдыха Кисловодска поможет компания «Здоровый мир Сочи». Кстати, сегодня в ходе презентации новой гостиницы двое счастливчиков выиграли бесплатные сертификаты на отдых. Подобрать лучшие предложения по отдыху и оздоровлению на юге страны и в других уголках планеты «Здоровый мир Сочи» поможет по адресу «Советская 42-1». Телефон компании 296-01-70. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые и открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.